Ролик сделан в развлекательных целях и не стоит воспринимать всерьёз то, что ты дальше увидишь. Ой. Привет, красавчик. Хочешь поиграть? Ой, аляс. Знаешь, как легко девушке потерять уважение в глазах такого отбирательного альфа-самца, как ты? Достаточно одного проступка, и ты отправляешь её в касту непригодных для серьёзных отношений. Таких рассудительных, как ты, становится всё больше, а достойных для вас кандидаток всё меньше. Что же делать? Знаешь, я придумала. Мы сыграем в игру. Сейчас мы рассмотрим 20 разных типажей девушек с их плюсами и минусами. Каждый из них встречался тебе в жизни. И в конце ролика мы определим, какой типаж подходит тебе больше всего. Ты готов? Окей, let's go. Лёгкая напередок. Она получает много внимания от мужчин. Она пристрастилась к кексу и тиндеру. Она потеряла счёт тому, сколько у неё было партнёров. Она постоянно ищет того самого, но её отношения никогда не длятся долго. У неё генитальный герпес, но она говорит, что это не имеет большого значения. Катастрофа. Она... Ебать. Так старается быть похожей на своих кумиров, но у неё ничего не получается. Ей не идёт её макияж и прическа. Так, ребят, давайте теперь будем... Поспешные выводы делать. Это её бесит. Она часами пытается манипулировать своими фотографиями, чтобы выглядеть красиво. Но когда парни видят её в реальной жизни, они делают ноги. Люди часто спрашивают её, устала ли она и всё ли с ней в порядке. Не такая, как все. Однажды её любовь проигнорировала её. И она приняла это на свой счёт, решив никогда больше не брить подмышки и отличаться от других девушек. Она красит волосы каждый раз, когда её игнорируют. В отчаянной попытке привлечь внимание. Она феминистка и недолюбливает мужчин. Пацанка. В основном она привлекает внимание мужчин, потому что... Чебанутые, что ли? Какая Алина Рин? Вы где там Алина Рин увидели? ...выбается и ведёт себя, как они. Она отталкивает людей. Так, девочки, вы себя узнаёте в этих образах? ...людей, потому что не может принять свою женственность. В постели она... И это хэс? Ну, это я, кстати, да. У меня такая же фигура, блядь. Я пацан. ...на предпочитает быть сверху. Мужчины, которые ей нравятся, обычно стесняются подойти к ней. Комплекс... ...тующие. Она была одарена гигантскими арбузами, но ненавидит внимание, которое она получает из-за них, поэтому пытается скрыть их любой ценой. Её арбузы делают её очень неуверенной. Она из тех девушек, которые носят большой свитер жарким летом. На самом деле она очень милая девушка, но её личность полностью игнорируется. Её бывшие бойфренды притворялись, что им нравится её личность, пока она не поняла, что все они хотели её из-за сочненьких арбузиков. Призрак. Парни её постоянно игнорируют. Большинство её друзей парни, но всех их заботят только другие девушки. Она занималась кексом с парнями, которые похожи на обезьян от... Просто чтобы убедиться, что она всё ещё желаема. На кого похоже? Которые похожи на обезьян от отчаяния. Просто чтобы убедиться, что она всё ещё желаема. Она себе не нравится и недовольна своим телом. Пиз... Страдальщица. Внимание, которое она получает от мужчин, вызывает в ней только грусть. Когда-то у неё было всё. Отличный парень и всё такое. Но разрыв отношений разрушила её самооценку, и теперь она одна, потерянная, сбитая с толку. Она преследует своего бывшего парня, но у него уже есть другая. Олнышко. Она получает много внимания от всех. Она воплощение чистой любви и счастья. Куда бы она ни пошла, она освещает всё своей удивительной улыбкой и потрясающим характером. Она всегда рядом с теми, кому это нужно. У неё замечательный муж и дети. Даже после рождения детей она выглядит молодой, свежей, красивой. Хорошая подруга. Она немного не отч, и её всё время игнорируют. Но отказы многому её научили. Поэтому она всегда рядом с правильными людьми. Она любит слушать и помогать людям. Она влюблена в своего единственного друга, но он в ней не заинтересован, и влюбляется в другую симпатичную девушку. Поэтому она думает, что у неё нет шансов. Она потеряла свою девственность с козлом, но лжёт и притворяется невинным. Демон. Она получает тонны внимания от мужчин, но тщательно их отбирает. Она выбирает эмоционально слабых и высосывает из них всю жизнь, счастье, уверенность, богатство и силу воли. Её любимые мужчины – большие сильные мужчины с эмоциональной слабостью. Она возбуждается, когда уничтожает мужиков. Она при деньгах, но никогда не работала. Она мастер манипулирования сознанием. Едок. Она получает внимание только от мужчин с потешемно полных. Она постоянно ест и не может остановиться. Когда она идёт за продуктами, то из-за всех сил старается не покупать. А чё такое-то? Во время моего стрима повышается аппетит. И, конечно, да. И все начинают жрать. А я стримлю-то долго, блядь? По пять, по шесть часов. И вот вы жрёте по шесть часов в день, блядь. Ну, это нормально. Это жужо? Она могла бы быть красивой, но у неё нет самоконтроля и силы воли. Традиционная. Она привлекает внимание некоторых мужчин, но обычно избегает их. Хочет остаться чистой до брака. Любит готовить и убираться. Чувствует себя виноватой, когда ловит себя на грязных мыслях. Есть стыдный секрет, о котором она никому не рассказывала. Ебабошка. Основное внимание, которое она получает от большинства людей. От того, что она кричит в общественных местах на своего нового парня. Скоро станет бывшим парнем. А, ну это точно вы, блядь. Она всегда возмущена малейшими поступками своего парня. А ведь реально, максимальная активность, кстати, сейчас на «я» в чате. Как только она появилась. О, понятно. Ебабошки смотрит, получается. Здоров, здоров, здоров. Самый спокойный и терпеливый мужчина на свете. Она всегда изо всех сил старается вступить с ним в драку. И когда он, наконец, злится, она плачет, как ребенок. Затем она возбуждается, потому что боится потерять его, и они занимаются громким, страстным кексом. Спектр. У нее никогда не было ни друга, ни мужского внимания, ни кекса. Когда она выходит на улицу, дети бегут в слезах к своей маме. Собаки лают на нее, а кошки шипят на нее, прежде чем убежать. У нее самые низкие стандарты, но, похоже, ей этого недостаточно. Второсортная одноразка. Да сколько их? Она не получает столько внимания, как в молодые годы. Она фа*** все, что движется, и теребит фасолину каждый раз, когда принимает душ. Она ничего не чувствует от пилоточного проникновения, поэтому предпочитает черный вход. У нее было много абортов. Ее основной источник дохода – это випкам. Она продолжает изучать новые профессии, но всегда бросает учебу. Соболезную. Сталкер. Ее не волнует никто из парней, уделяющих ей внимание, кроме того самого. Она безумно одержима им. Она знает о нем все лучше, чем его собственная мама. У нее три фейк-аккаунта, подписанных на него, и она постоянно пытается узнать его пароли. У нее регулярные мечты. Есть такое, да. Она не уверена, хочет ли иметь с ним семью и любви. Нет, ребята, это не вы, это надежда. Топчик тян. Она получает безумное количество внимания от мужчин, и все время этого же. Дестроер Андрей, спасибо. У нее отличная карьера, муж и семья. Но у нее нет личности, и она просто копирует то, что делают другие девушки в сериалах. Она пассивно-агрессивна, когда не получает того, чего хочет. Жертва. Ее постоянно обманывают плохие парни. Она всегда оказывается с худшим типом мужчин, и надеется, что они изменятся. Но на самом деле они просто продолжают становиться хуже, и относятся к ней как к куску какиша. Иногда ее возбуждает жестокое обращение, но она не знает почему, и ненавидит это. Она могла бы поселиться с хорошим парнем, но она чувствует, что они недостаточно мужественны, чтобы защитить ее от тех же плохих парней, с которыми она по иронии судьбы встречается. Спортзальная давалка. Она очень здоровая и привлекательная. Проводит половину своего времени в спортзале, а другую половину в инстаграме. 90% ее инстаграма – это фотографии ее выгнутой попки с философскими цитатами о жизни и бодипозитиве. Она встречается с глупыми, и отношения всегда заканчивают тем, что ей изменяют со среднестатистической девушкой. Динамщица. Она милая, легкая в общении. Кажется, у нее теплый характер. Но всякий раз, когда она подходит к кому-то слишком близко, она мгновенно становится холодной и динамит их. Таким образом, она потеряла нескольких хороших друзей и потенциального парня. Она не знает точно, почему она это делает, и это часто причиняет ей боль. Но в ее голове все это имеет смысл, и она постоянно знакомится с новыми парнями. Ее проблемы с доверием сделали ее очень независимой. Извини, я забыла сказать важную вещь. Если ты включил этот ролик и досмотрел до этого момента, ты разрешил судьбе внести коррективы в свою жизнь. Теперь мы сыграем и определится твоя судьба. Типаж девушки, которую ты выберешь, окажется твоей спутницей на всю жизнь. Когда игра начнется на экране, все 20 типажей будут переключаться со скоростью 15 картинок в секунду. Игра будет длиться всего 5 секунд. Как ты догадался, тебе нужно будет просто остановить это видео в течение этих 5 секунд. И девушка, которая тебе выпадет, это твоя судьба. Если ты откажешься играть или закроешь это видео, возможно, в твоей ориентации наступят изменения, и больше девушек выбирать не придется. Все, я вырубаю видео нахуй. Лучшая работа в жизни. Лам, 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 лам. Лам, давайте выберу, давай, давай, давай. Фу, ну шо, щас, щас мы узнаем. Подходит кто-то из вас. Готов, игра началась. А! Блядь! Да ну нахуй! Нет! Сдец! Норм же! И все пацанки в чат такие, эээ! Вы щет, нормально, ёпта, блядь! Ты чё, эссышь? Ну пиздец! Все, давайте заново теперь кто у нас там... Так, выбираем, значит, девочку для Диппинса. Ааа! Жертва. Есть жертвы в чате? Так, теперь Асу О, над Мазелову Чё, бля, охуел нахуй Какое солнышко тебе, блядь Издец, я вообще вахуй Так, у меня пацанка У Дипинса жертва, блядь У Мазелова солнышко, значит Так, вот у Жужо есть проблемы с девушками Причём серьёзно, блядь Он сегодня может себе найти девку Хорошо, вот сейчас мы ему и найдём Итак, господи, дай нам знак Поставь Жужо на путь истины Подскажи ему, благодаря Мне и этому видео Какую ему надо искать Какая ему подойдёт, давай Ну вот, Серёга, ищи едок Всё Мы нашли ему женщину Он просто не туда смотрит, блядь Понимаете? Не там искал, скажем так А то рядом с ним постоянно крутятся какие-то тиктокерши, блядь Встроенные А тут, видите Вот поэтому у него ничего не получается Ой, пиздец Так, всё, для Жужо нашли, женщина Эм, Иван Золо Итак, Иван Золо Да охуел, шо ли? Занято! Заново, блядь Занято Мазелова Да, блядь! Он решил всех этих, блядь, отобрать У всех, короче У Жужо, у Мазелова Охуел, шо ли, бать Игра началась Так, всё, последний раз Шо будет, то будет Вообще-то я нормальная, блядь Плакса Так, у Ивана Золо будет плакса Ну, соболезную Ивану Не просто ему придётся Строго? Ребят Ну ладно, окей Ой А? А, ну вот Всё Эй, бля Алина Рин, пацанка Она сама на стримах говорила Всё, да ничего Она не пацанка Господи Шо вы мне тут рассказываете? Ммм Ивелону надо девушку искать новую Погнали Игра началась Сиська О, это с нихуя Нихуя Ну там, ну вы поняли С такими, типа А-а-а Кто? Ну сиська, ёбаный свет Вот О oficial Получает из-за них Поэт О Нашли Мусиську Шевцову Это моя вообще-то, блядь Как завещал ХЛЕ Ну ладно, я с Шевцом поделюсь Мне не жалко Она же давалка Соответственно Не жалко Вот, пусть тоже будет Спортзальная Не, ну вы видели её, там нормально так-то вообще-то Вообще классно, блядь Нет Как нет? А нормально, по-моему И, ребят, теперь этот чатик Совсем пацанам из чата, ребят Я сейчас вам найду женщину Всё, готовый чат Какому Путину вы чё, вообще шули? Итак И теперь для чата Готовы? Поехали Охуели Охуели, я считаю Охуели, блядь Жесть Спасибо, спасибо, спасибо Не, знаете, кто у вас будет? Знаете, кто? Знаете? Знаете? Во Пожалуйста, блядь Всё Она занята Блядь, ребят Жожо, как всегда, подвинется Дмитрий Ликс Игра началась Всё, давайте, последний раз Ты уже заебался Да-да нахуй, блядь Сука Ну не честно, ну Да какой не коглай, господи Хорошо, всё Реально, ластецкая У братишкина есть вообще-то уже О Вот тут прям идеально, слушайте Два ебобо будет Нормально, пойдёт Я не был ни в полгому Я не знаю почему Я не знаю почему Я не знаю почему За что нахуй Я не был ни в полгому Я не знаю почему Я не знаю почему Я не знаю почему Продолжение следует...